hello friends please follow me with the english subtitles on youtube а у нас сегодня восьмой урок курса термин ван оан все фонограммы все минусовки по-прежнему ждут вас на портале bandcamp на странице олеся ростовская и сегодня в восьмом уроке нам предстоит довольно сложное упражнение и очень простая пьеса так сделано нарочно сложные упражнения для того чтобы вы развивались свои навыки улучшали а простая пьеса в награду за потраченные усилия и давайте сразу же посмотрим первое единственное в этом уроке упражнение которое начинается с настроечной ноты вот я ее ищу что сейчас будет происходить я ставлю руку в среднее положение внутри позиции потому что слышите пошла подсказка какая нота будет следующая то есть мне нужно за это время принять решение в какую сторону насколько я двигаюсь следующая подсказка значит я вижу что я могу остаться внутри этой же самой позиции и открыть руку на ступенечку ждем следующую подсказку вот следующая подсказка это уже за пределами этой позиции значит я на этой ноте переставляю руку так чтобы чтобы мне удобно было внутри уже другой позиции перейти на эту ноту подсказка да я смогу это сделать внутри этой позиции все удобно подсказка немножко далековато для одной позиции я переставляю руку на эту же ноту поменяла позицию жду подсказку сложная подсказка разница всего в полтона зато можно не менять позицию ну-ка посмотрим удастся ли внутри одной позиции попасть в эту ноту получается а вот теперь уже нужно поменять позицию на той же ноте на той же ноте устанавливаю руку и двигаюсь уже внутри новой позиции опять сложная подсказка на полтона не меняя положение пальцев переставила запястье смотрите даже придется положение всего корпуса поменять а вот это влезет в одну позицию и так дальше оно длинное вы можете столько минут сколько получится если устали просто поставьте на паузу потом можно продолжить развивает не только координацию рук даже не столько координацию рук сколько ваше позиционное мышление вся хорошая терминваксовая игра основана на том как вы обращаетесь с позициями и вот здесь вы уже самостоятельно должны будете по ходу анализировать как это все происходит внутри композиция которую мы сегодня пройдем разучим энергично но в основном за вас будет отдуваться минусовка движение правой рукой там очень простые если вы хотите разучить мелодию поподробнее если еще не очень у вас получается хорошо то на портале bandcamp в альбоме есть отдельный трек в котором можно мелодию этой пьесы on the road она маркирована восьмым уроком l08 можно отдельно вместе с минусовкой мелодию без аккомпанемента разучить мы сейчас это делать не будем я просто покажу основное движение в пьесе всего одна фигура которая повторяется два раза на одной высоте и два раза на другой высоте состоит она из кварты вниз и секунды вверх потом повторяется а потом точно такая же фигура от другой ноты это композиция была самой любимой у моих студентов политехническом университете возможно она полюбится и вам надеюсь на это давайте теперь поиграем вместе с аккомпанементом я знаю что мне предстоит ход вниз поэтому на настроечную ноту ставлю руку в полу открытой позиции два такта вступления повтор 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 теперь от другой ноты Повторяем. Повторяем в два раза быстрее. Повторяем в два раза быстрее. И приходим в тонику в завершение. Вот она. Повторяем в два раза быстрее. Мы с вами встречаемся через неделю на этом же канале. Вы же уже подписались? Тогда поставьте лайк. И до встречи через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!